Привет, чат GPT. А давай пофантазируем, нарисуй-ка меня в стиле суперреализма. Как бы я выглядел, если бы я жил в реале. Ну вот как-то так. Привет, YouTube Максим Густарев на связи. Сегодня у нас будет детальная инструкция по тому, как генерировать из простых фотографий вот такие рисунки. В стиле аниме-студии Гибли. Да и не только на самом деле этот стиль. Расскажу, как делать живые анимации и как бороться с ошибками, возникающими из-за нарушения каких-то там правил OpenAI. Также сравним генерации с другими нейронками. Сразу влепите лайк и поехали. Чтобы стать художником студии анимации Гибли, вам нужен платный аккаунт ChatGPT. Лично я пользуюсь турецким за 13 долларов в месяц. К сожалению, из России его оплатить не получается. Но в случае чего, ребята, вы знаете, что есть синтакс-бот, который является агрегатором всех нейронок. И там ChatGPT есть, в том числе с таким рисованием. Сегодня мы рассмотрим с вами два способа генерации перерисовки изображений через официальный ChatGPT. И как раз покажу, как это делать через бот. И давайте начнем с официального аккаунта. Для начала вам нужно нажать на три точечки, включить создание изображений. Это не обязательно, но раз такая функция есть, почему бы и нет. Прописываем prompt. Перерисую эту фотографию в аниме-стиль студии Гибли. И закидываем сюда фотографию. Возьмем вот эту. К сожалению, процесс генерации сейчас достаточно долгий. И 3-4 минуты уходит на одно изображение. Скорее всего, вычислительные мощности OpenAI просто не вывозят эту хайповую прикормку. Но, кстати, сейчас генерация произошла чуть быстрее. Наверное, минуты две. Хотя вчера я тестировал 3-4, иногда даже по 6 минут он генерировался. И здесь важно понимать, как происходит перерисовка. Это не прямой Image to Image. Если вы откроете какие-нибудь другие нейросети, к примеру, Flux или Stable Diffusion, вы пытаетесь напрямую перерисовать одно изображение в другое, вы будете получать идентичное расположение всех объектов в кадре по отношению к оригиналу. В ChatGPT алгоритмы работают намного сложнее. Фотография раскладывается на составляющие. Прописывается детальный промпт под каждую фотографию с детальным описанием, положением всех объектов в кадре, эмоциями, динамикой одежды, передним, центральным и задним планами. И потом по этому промпту фотография восстанавливается. И на самом деле это очень здорово, потому что получается привнести в фотографию какие-то новые детали, сделать рисунок еще более эстетичным. Честно говоря, последние пару дней я тем и занимался, что перегенерировал все свои архивные какие-то фотографии с сыном, с кошкой, с родителями. Это настолько эмоционально захватывающе, что я уверен, вы тоже захотите перерисовывать свои фотографии. И у меня для вас есть советы. Совет номер раз. Вместо того, чтобы закидывать новое изображение, создайте новый чат. Пишите в него промпт. «Привет. Да, я поздоровался с чатом GPT. Я буду тебе скидывать фотографии, и твоя задача — нарисовать их в стиле аниме-студии Гибли. Если ты не можешь нарисовать из-за ошибки авторских прав ля-ля-та-паля, что-нибудь измени в промпте, чтобы нарушений не было. В конечном итоге тебе нужно нарисовать хоть что-то. И отправляйте этот запрос. Теперь вы можете чату GPT напрямую скидывать фотографии без каких-либо текстовых запросов, и они будут перерисовываться в нужный вам стиль. Копируете фотографию, скидываете в чат GPT, отправляете запрос и просто ждете. И мы получаем перерисованное изображение. Таким образом, вы можете чату GPT скармливать огромное количество фотографий. Единственное, что вы можете это делать только по одной штуке. Закинули фоточку и отправили. Совет номер два. Это работа с пропорциями. Если ваш изначальный кадр 9 к 16, в вертикальный, вы можете спокойно его превратить в горизонтальный кадр 16 к 9. Просто добавьте подсказку. Переделывай с пропорциями 16 к 9, также в стиле аниме студии GPT отправляем. Готово. Как видите, он перерисовал изображение в горизонтальный формат, и стоит обратить внимание на расположение горизонта. В оригинальном кадре горизонт находится над нашими головами. И с точки зрения композиции это не совсем красиво. Здесь уже линия горизонта немного опустилась, хотя общее очертание бэкграунда у нас осталось без изменений. Размер этого изображения 1536 точек по длинной стороне. Если сравнивать с другими нейронными сетями, которые генерируют в среднем 1024 пикселя, не больше, то здесь мы получаем еще и более высокую детализацию. Конечно, это нужно смотреть на реалистичных изображениях, но даже в таких иллюстрациях мы имеем очень хорошую резкость. Третье. Как я и говорил ранее, чат GPT не особо любит, когда ему отправляют несколько фотографий на обработку. Вы не можете просто взять и закинуть две фотографии, и попросить его создать два рисунка, но вам никто не запрещает создать несколько диалогов в чате GPT, и параллельно закидывать туда фотографии. Если будете так делать, возможно, две неприятности. Первое. Вы сталкиваетесь с лимитом генерации. Чат GPT просто попросит вас подождать какое-то время. Потом просто перезакидываете фотографию, и получаете готовый результат. Ну и вторая проблема — это просто отказ в генерации по какой-либо ошибке. Если вы закидываете фотографию, и система дает сбой, то можете смело закрывать этот диалог, потому что последующие скидывания изображений, скорее всего, также будут вызывать сбой. Лучше создайте новый диалог, закиньте туда промт, либо фотографию напрямую, и вы получите уже рабочий вариант. Четвертое. Это контент not safe for work. То, что нельзя показывать на работе. Я обратил внимание на еще одну особенность. Когда вы закидываете в один чат много-много фотографий, в какой-то определенный момент может вылезти ошибка не только сбоя системы, но чат GPT начинает капризничать к абсолютно безобидным фотографиям и прикапывается к контент-политике. Если происходит такая шляпа, смело создавайте новый чат. Создаем новый чат, закидываем туда фотографию, и в результате получаем перерисовку. Также, если ваша изначальная фотография содержит более откровенные элементы, в «На моей модели нету» вверха, чат GPT заблокирует запрос. Но он может попытаться предложить решение. К примеру, надеть на модель голубой топ. Почему бы и нет? Через несколько итераций, боданий с чатом GPT у меня получается сгенерировать фотографию. Но содержание меняется до неузнаваемости. Поэтому, опять же, никаких... Руки под стол, ребят. Руки на стол. Возможно, бодуарные, либо пляжные бикини-образы вы можете реализовать через хитрость. Пятую хитрость. Объединение фото и их перерисовка. А что, если я тебе отправлю две фотографии? Сможешь ли ты их объединить в одну и сделать их рисунком в стиле аниме-студии Гибли? Да без проблем. Загружаем одну фотографию, загружаем другую фотографию, даем генерации время и получаем готовый рисунок. Как же это прикольно! Круто то, что он понимает содержание одной фотографии, расписывает содержание другой фотографии, их перемешивает, миксует, и в результате у нас получается общее полотно и количество комбинаций изображений, которые мы можем создать такими коллажами, просто безграничное. Берем одну фотографию, берем другую фотографию и получаем такую. Можно взять эту фоточку и эту фоточку. Пубунь. И получаем гармоничное их сочетание. Я даже протестировал объединение с пятью фотографиями, но у нас получилось очень большое количество дублирующихся героев в кадре. В целом прикольно, нужно просто побольше на это потратить время. А это что такое? Такое ощущение, что тут кто-то невидимый сидит. Хищник. Совет номер шесть. Не забывайте то, что чат GPT это не просто инструмент, который может перерисовать фотографию в анимационные изображения. Вы можете подходить к процессу комплексно. К примеру, я хочу нарисовать персонажей Властелина колец в различных анимационных стилях. Я выстраиваю определенный пайплайн. Для начала я кратко описываю внешности главных героев. Чат GPT выдает мне достаточно большое полотно. Далее я прошу его уместить это все в один промпт для генерации изображения и получаю промпт на английском языке, который копирую. А далее по этому промпту я прошу создать рисунок в стиле анимации студии Гипли. Обратите внимание, что я указываю пропорции 16 к 9. Это нужно для того, чтобы картинка была более горизонтальной и вмещала большее количество персонажей. Ну и изображение было чуть более свободным. Далее я создаю новый чат и в него закидываю нужный нам промпт и прошу создать рисунок в стиле анимации Гипли, но на фоне пускай у нас будет Ривенделл с пропорциями 16 к 9. В результате у нас получается вот такое изображение. Где есть Гимли, Ликолас, Гендаль, Фарагорн, Боромир, Мэри Пиппин, Сэм Уайз и Фродо. Фродо, кстати, почему-то самый большой. Спишем это на перспективу. Следующий шаг — это изображение. Мы будем использовать как болванку для того, чтобы перегенерировать ее в другие стили. Мы создаем новый чатик, закидываем изображение болванку и просим чат GPT перерисовать это изображение в стиле мультфильма South Park. Готово. Абсолютно та же самая компоновка главных персонажей. Плюс-минус похожий бэкграунд, смысл остается прежним. И таким образом мы с вами можем в разных стилистиках, будь то 3D или кадр из лего-мультика, или вообще черно-белая диснеевская старинная рисовка, перерисовать оригинальные изображения. Опять же, вы можете поэкспериментировать с разными стилями, попытаться сделать что-то более реалистичное, позаимствовать уникальную стилистику рисовки из каких-нибудь оригинальных мультфильмов. Почему бы и нет? Либо вы можете все это дело оживить. Я протестировал разные варианты создания анимации на статичное изображение. Делал это все через Клинк, через Ранвей, через Сору и даже через Люму Дрим Машин. Но лучше всего с статичной камерой справилась нейронка Хайлу Мини Макс. Ну ты Хайлу. Такая типичная шутка, типа, ну ты Хайлу. Выбираем эту нейронку. На моем тарифе генерация видео бесплатная. Можно генерировать хоть целый день напролет. Копируем изображение прямо из чата GPT. Вставляем сюда. Нажимаем Enter. Прописываем коротенький промт, что у нас статичная камера, но динамичные движения героев, смотрящих друг на друга, они болтают, жестикулируют. И отправляем запрос. Сразу же мы открываем другое изображение, копируем, вставляем, отправляем. И тот же самый запрос в ту же самую нейронку также отправляем. На моем тарифе можно параллельно запускать две видеогенерации только на одной нейронной сети. Это значит, что я не ограничен в других нейронках. Я могу уйти назад, открыть, к примеру, LUMU Dream Machine и сюда же скинуть те же самые изображения. Я их просто перешлю. Раз. Скопирую текстовый запрос. Вставляю. Пересылаю второе изображение. Копирую текстовый запрос. Вставляю. Таким образом, сейчас у меня в работе находятся четыре видео. И мне не нужно постоянно переключаться между одной нейронной сетью, второй нейронной сетью, вот этими всеми вкладками. В этом плане, конечно, Telegram-бот — это очень удобно. Синтекс-ботом пользуйтесь, ребят, потому что он работает в России. Все нейроночки у вас будут доступны. Здесь ссылка с моей реферальной программой, которая дает вам также бонусы. Ну а мы продолжаем. Вот такие видосы у нас получаются. И в High-Law Mini Max камера остается статичной, и что больше соответствует стилистике мультипликации. Я так считаю. Пишите в комментарии, что думаете. Седьмое. Как и обещал, давайте сравним перерисовки в разных нейросетях. Чат GPT я попросил описать детально фотографию и создать промт, который повторит ее в стиле аниме-студии Гипли. И этот промт я закинул в разные нейронки. Реф выдал нам достаточно детализированное изображение, но, опять же, к сожалению, это не Image to Image. У нас теряется ракурс, у нас теряется композиция. Остается содержание, но это не то, что нам нужно. Аналогичная ситуация происходит и с Midjourney. При простом создании через текстовый промт картинки, конечно, артистичные и красивые, но это не то, что мы видели изначально. Можно попробовать попытаться сделать это все через вкладку Edit и Retexture. Для начала нужно нажать на Edit Uploaded Image, выбрать нужную фотографию, вставить текстовый промт, нажать на Retexture и запустить в работу. И вот здесь мы получаем похожую композицию, похожие ракурсы, но по стилистике я бы не мог назвать это студией Гипли. Окей, ради эксперимента давайте сделаем суперкороткий промт. Студию Гипли Аниме. Стилизацию давайте поставим поменьше, 250, чтобы он более точно соответствовал промту, и закинем в работу. Image to Image есть? Студии Гипли нет. Ну и еще один вариант, как это можно сделать, через Flux. Выбираю самую простую модель Flux, нажимаю на Add Image и загружаю в качестве референса наше изображение. Повышаю вес нашего референса до 0,9 и прописываю коротенький промт. Аниме стиль Гипли Студию. Кри, именно во Флюксе делается это все просто моментально быстро. Конечно, в первых фотографиях аниме вообще нету никакого. Давайте понизим немножечко вес нашего референса до 0,7 и сгенерируем еще раз. Ну, здесь уже, видите, прорисовываются более реалистичные варианты. Раз, два, три, четыре. Прикольно. В целом, в Крии можно протестировать разные варианты написания промта, играть с весом референса, а также можно использовать какой-то уникальный стиль, созданный вами, либо комьюнити. Если вы откроете стили, откроете комьюнити, можете написать в поиск аниме, и здесь подыскать что-то подходящее. Давайте стилистику выкрутим на 100% и сгенерируем картинки еще. Раз, два, три, четыре. В целом, такие варианты уже выглядят неплохо. Но все же, по моему ощущению, это все не дотягивает до вариантов чата GPT. Ну и напоследок, я хотел бы вам показать, как анимировать подобные видео. Делается это все не так сложно, для этого вам нужна парочка нейронных сетей. Для начала нам нужно перерисовать фрейм из видео в аниме-картинку, и на этот раз я сделаю все через синтакс-бот. Благо дело, перерисовка уже доступна. Открываем Designs EE, выбираем Sora Images, закидываем сюда изображение и пишем детальный промпт. В кадре я, белый микрофон и желтый Пикачу перерисуй меня в стиле аниме-студии Гибли, добавив на полку светящиеся лампочки соотношения сторон 16 к 9. Задача уходит в работу, ждем. Далее мы закидываем получившуюся картинку в Photoshop, расширяем пропорции до 16 к 9, и заполняем пустоты с учетом содержимого через генеративную заливку. Далее сохраняем картинку на рабочий стол, открываем нейронку Hydra, она как раз позволяет анимировать вам статичные картинки с наложением голоса. К сожалению, в этой нейронке анимирование персонажей происходит только на платных тарифах. Лично у меня стоит тариф Basic за 10 долларов в месяц. В себя он включает 1000 кредитов, что хватает примерно на 20 видео длиной до 10 секунд. Мы идем в видео. Сюда закидываем фотографию, а сюда аудиоскрипт. Аудиоскрипт можно создать простым синтезатором, либо записать на микрофон, либо загрузить аудиодорожку в формате MP3. Давайте запишем звук прямо с микрофона. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. Ну и увидимся. Пока. Да нет, на самом деле не пока. Клацаем еще раз. Обрезаем пустоты. Если у вас много постороннего шума, можно включить шумодав, но у меня чистый микрофон, поэтому я сразу клацаю на это видео. В качестве модели мы выбираем Hydro Character, соотношение сторон 16 к 9, 720p, и продолжительность видео авто, она соответствует длительности аудиодорожки. И запускаем в работу. Данная генерация 8 секунд видео занимает 52 кредита. 1000 кредитов за 10 долларов, получается 1 кредит, 1 цент. По текущему курсу 87 копеек. Грубо говоря, анимирование такого видео длительностью 8 секунд будет стоить 45 рублей. Ну, в целом нехило. Наше анимированное видео имеет формат 720p. И мне хотелось бы его заапскейли. Для этого я воспользуюсь Tapas AI. Идем в синтакс бот, клацаем на видео будущего, Tapas AI, и закидываем сюда видео. Открываем настройки, выбираем нужное качество, пускай это будет 4К, и 30 кадров в секунду. И клацаем начать генерацию. Готово, загружаем видео по прямой ссылке. Закидываем видео в Final Cut, масштабируем. Накидываем эффект призмы на парочку пикселей, также накидываем пленочного зерна. И наше видео готово. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. Можно сказать, что будущее наступило. Хочется, конечно, разобраться в этом во всем, но я, честно говоря, не поспеваю за всеми нейронками. Делаю все в свое удовольствие и в формате хобби. Фотографы, как бы не переживайте, на канале скоро будет много новых видео, посвященных фотографии. Ну а если скучаете по фото движу, то в первую очередь переходите ко мне в телеграм-канал. Вот по этому QR-коду. Ну или по ссылке в описании. Лайк поставьте, подпишитесь на канал. И давайте пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok